Всем привет! Это ответы на ваши комментарии по теме Windows 11. Вы очень много пишите комментарий, я не успеваю все читать. Кто-то обижается, что вот ты не ответил на комментарий. И я решил, что редко, но метко я буду делать такие вот видео с ответами на ваши комментарии. Одно я уже сделал, приложу в аннотации будет. И вот это вот еще одно. Давайте мы с вами откроем наши комментарии. Вот мое крайнее видео по Windows 11. Те комментарии, на которые я ответил, я буду отмечать лайком автора. Давайте почитаем. Раз компания так полюбила Dribbble в 2021 году, то могла и подучить своих индусов, как работать с анти-алиасингом. Перекрашивать свои закругленные окна так, чтобы не проступали из-за блендинга белой пиксели. Халтура из-за отсутствия конкуренции и ради оптимизации ресурсов на поддержке железа под названием Windows 11 не прошла на храпом. И теперь Microsoft решила взять бастион пользователей. Логично следующим за этим измором. Мой выбор в 2022 Windows 10 LTSC уже вышла H2, еще лучше LTSB. А затем множество твиков и отключений. И можно кататься на десятке, пока ее не отключат от саппорта и не начнут игнорить все они. Отчасти я согласен с этим, однако есть люди, которым интересна тема Windows 11, которым интересна новая система, новый дизайн, кому интересно будущее операционных систем, которым интересно как работает Windows 11. Те будут ставить даже 21H2. И я уверен, что большинство моих подписчиков уже поставили. И на поддерживаемые компьютеры, и на неподдерживаемые компьютеры, смотря мои видео. Далее. Процессоры добавляться будут? У меня все поддерживает, кроме процессора, хотя совсем не старого. Процессоры, дем-демка, процессоры уже добавляться не будут. То есть есть официальный список процессоров, которые поддерживаются. Соответственно, добавляться ничего не будет. Если все поддерживает, кроме процессора, и даже есть TPM2, ты можешь либо обновиться, либо поставить чистую. Официальный список процессоров я приложу в описании. Ссылочку. Как Intel, так и AMD. Интересно, ты уже был там в конце 2022 года? Я не был, но уверен, в одном до той поры появится нечто типа Windows 11i. Владимир Ширяев, концепция Windows 8, 8.1 уже давно пошла в прошлое. Начиная с Windows 10, система называется Windows 10. Допустим, вот десятка Windows 10. Сколько вышло версий Windows 10? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре. По-моему, вышло семь. Если я не ошибаюсь, вышло семь версий. Чтобы не врать, я открою. Я не хочу вот это вот. Не хочу просто наобум что-то говорить. Зачем? Кому это надо? Давайте мы с вами откроем сайт и посмотрим. Нажмем платформа, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вышло семь версий Windows 10. И каждая из этих версий называлась просто Windows 10. Никакой 10.1, 10.2, 10.3 не было. К чему я клоню? Windows 11.1 не появится, потому что та концепция уже в прошлом. Как я говорил ранее, будет версия 22H2. И система будет называться Windows 11, Sun Valley 2, либо Cooper. Никакого 11.1. Когда они... Мне вот нравится, вот как люди пишут. Крамплер, это без обид вообще. Я не хочу, чтобы на меня кто-то обижался. Я просто... Просто в шоке. Немножко. Когда-нибудь вырежут поддержку несовместимых процессоров. Я объясню. Процессор несовместим, если с операционной системой. То он уже выпилен. Я не знаю, может автор данного комментария хотел поставить вопрос немножко по-другому. Когда-нибудь заблокируют обход для установки на неподдерживаемый компьютер. Это звучало бы как-то по-нормальному. Если процессор несовместим, из системы он выпилен. То есть он уже не поддерживается. У меня стояла, мне что-то она не понравилась. Ну каждому свое, каждому свое. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Тот, кто хочет, тот сидит на какой хочет системе. Давайте пробежимся по этому видео. Благодарности, благодарности. Вам спасибо всем, что смотрите. Всем спасибо. Все бы хорошо, но кнопка сохранить файлы и приложения не активна. А лишь сохранить файлы. С удалением приложения удалить все. В чем дело интересно. Правильно вы подметили. Если версия Windows английская, то было бы все хорошо. Вы выбрали английский язык. Мне очень нравятся такие комментарии. Вот уж где нужно кричать про 3-монитор. Ребята, я вот признаюсь, мне тупо лень протирать монитор. Видно и видно. То есть я вижу, что у меня на мониторе происходит. И ладно. Так себе стратегия, но слили процики старше 3-4 лет. Тряхнули стариной. Причем так заговыристо, типа этого мне XP на pension 133 устанавливать. Работать то быстро будет, но глюч. Эрго, клава, клянемся. Ну ты знаешь, я вот сколько пользовался на старом процессе. Быстро и не глюч. Но ты прав. При запуске Windows из папки Windows пишет, не удалось запустить приложение установки. Пробуем перезагрузить компьютер или удалить папочку Windows BT, перезагрузить компьютер и заново запустить установку. TPM 2.0 в BIOS включается? Да, в BIOS включается. Это не финальная, это все еще бета-релиз. Нет. Это финальная версия. 21H2 это первая финальная версия. Бета-релизы не лежат в общем доступе. Бета-релизы доступны только для зарегистрированных в программе Windows Insider. Еще робит. Да, робит. Работает. Monique Pro 3. Обязательно Pro 3. Подождите, она полностью не вышла. Все уже давно вышло. Уже Microsoft готовит версию 22H2. Становка шла немного по-другому, но все прошло норм. Спасибо, братан. Не зашли. Все для вас, все для зрителей, для подписчиков. Windows 11 China Only. Хочу скачать этот файл на самом сайте. Только я не понял, там русский язык есть или нет. Русского языка там нет. Написано же только китайский. Спасибо вам за то, что пишете свои комментарии. Пишите их побольше. Будем делать вот такие ролики. Отвечать на комментарии. Общаться. Жалко, что не лицом к лицу, но вот такого плана будем делать видеоролики с ответами на комментарии. Всем спасибо, что посмотрели и послушали. Подписываемся на канал. Ставим большой палец вверх. Ну и до встречи в новых роликах. С нами интересно, а будет еще интересно. Всем пока.